Вагнер Бельканто Весенние простуды немецкого баса Рене Папе не напугать. Вот так, без головного убора, в пальто нараспашку, перед концертом он прогуливается по Москве. Красная площадь, потом Большая Никитская, где у него выступление в Большом зале консерватории. Дирижер Йонас Альбер между репетициями тоже не отказал себе в променаде. Я выбрал для себя самые, на мой взгляд, знаковые места. Побывал на Красной площади, вчера сходил в Третьяковскую галерею. И, конечно же, еще в моей программе был Пушкинский музей. Чтобы задеть жесткий пульт Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова встал Йонас Альбер, это пожелания Рене Папе. Вместе они отработали не один концерт. Этот вечер посвящен Вагнеру. Вагнер-композитор фантастический. Его музыка прекрасная и очень сильная. Я много лет пою партии в операх Вагнера, в ведущих театрах мира. И что для меня важно, что, исполняя Вагнера, я могу его интерпретировать. Альбер Папе говорят, певец-художник, который понимает и чувствует Вагнера как никто. Исполнять партии в операх Вагнера его приглашают в ведущие театры мира. Название этого концерта – Вагнер Бальканта. Прелюдии и монологи. Концерт – своего рода приглашение на дуэль в рамках фестиваля вокальной музыки опера Априори. Первый концерт фестиваля в феврале открывал Рассини, маленькое торжественное место. А вот ровно месяц спустя практически у нас Вагнер – это два современника, два антипода. Как известно, Рассини не выносил Вагнера. И люди, которые пришли на первый концерт, я думаю, у них будет сегодня возможность сравнить, может быть, понять для себя и решить, почему же тот так сильно не любил вот этого своего современника. Что касается главного героя вечера – Рене Папе, то вызов он бросает еще и самому себе. Впервые подготовил концертную монопрограмму, где в двух отделениях только Вагнер. Лидия Алешина, Денис Корсенков, Новости культуры.